Что нужно для того, чтобы сформировалось фундаментальное доверие к миру у маленького ребенка, у дошкольника? Здесь, конечно, вот они все опоры, все предпосылки и описаны. Это в первую очередь безопасно. Когда приходит к вам в группу ребеночек, что он в первую очередь ищет, он ищет какие-то вещи, похожие на то, что есть у него дома. Если он видит похожую игрушку, он ее берет в руки. Если он видит похожий карандаш, кисточку, краски, он идет в эту зону и начинает рисовать. Может быть, он видит цветочек, как у мамы, который стоит в зооуголке экологичном. И какие маркеры безопасности в группе садика могут быть? В первую очередь это само пространство должно быть ясным, понятным ребенку. Обязательно нужно проводить экскурсии по всему саду, по всему зданию, показать, где коридор, где какая лестница, куда она ведет, где есть туалеты, где работает медсестра, к которой можно обратиться, где разные группы и как зовут в них педагогов. Потому что отношения – это тоже то, что держат. Это те люди, к которым я могу обратиться и, собственно, попросить о помощи, если мне не хватает сейчас собственных опор. А дальше, если мы говорим про вашу группу сада, то, конечно, каждому ребенку нужно понимать, что у него есть свое пространство в этом помещении, на которое никто не претендует, которое будет только для него. Это его шкафчик, это его полотенчик, чашечка, это его кроватка, это его наклейка, это его вещи, на которые никто не имеет права покушаться, в том числе и взрослый. И это что-то, что он может брать с собой из дома. Ему очень важно понимать, как устроен этот мир для того, чтобы действовать самостоятельно на случай, если никого рядом не будет, и он не сможет попросить о помощи. То есть наша задача как педагогов – сделать его самостоятельность автономной, без нашего участия. То есть посмотреть, что мы можем изменить в пространстве наших групп таким образом, чтобы ребенок мог справляться без нас и поощрять его независимость. В целом, это задача каждого взрослого – помочь ребенку дальше двигаться по жизни без нашей помощи. Точно так же защитой для предпосылки к формированию фундаментального доверия к миру – это являются люди. Люди, в первую очередь, это взрослые, которые являются хозяинами той самой группы, в которую приходит ребенок. И вот здесь очень важно ребенку дать почувствовать, что взрослый педагог защищает его. Что бы ни случилось, даже если педагогу это не понравится, ему можно рассказать, с ним можно поделиться своей проблемой. Педагог будет принимать ребенка в любых его чувствах. Это уже следующий пункт. Я чувствую себя принятым. Я могу, даже сделав что-то нехорошее, подойти и получить это принятие, получить эту прочность, получить эту стабильность и защиту. Продолжение следует...